Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Диана торжественно открыла марафон новогодних рецептов. Какое хорошее сегодня освещение у нее. Правильное! Практически не видно мешков под глазами. То ли просто выспалась, а может быть причина совсем в другом. Показала Диана нехитрый рецепт закуски. Кому интересно, можете глянуть у нее на канале. Ничего сложного. Абсолютно простые ингредиенты. Слоеное тесто, сыр, варенье, хамон. Усё! Закуска готова! Зрители, когда присылали кулинарные книги Самвелу, они даже не догадывались, что они у него надолго не задержатся. И пойдут дальше искать своего хозяина или хозяйку. Очень сложно. Диана вычитала рецепт кулинарной книги, которую отдала ТВ-шка за ненадобностью. А вообще-то это очень странно. ТВ такая хорошая хозяйка. Самвел как не придет, она все время крутится на кухне. У нее постоянно что-то жарится, варится, парится. Те, кто недавно смотрит Самвела или слушает обзоры, вы, наверное, не в курсе, что баба Таня очень виртуозно делает 9 мифических салатов. Она такая специалистка в этом. Вот именно по салатам. Вообще-то Самвел мог бы открыть канал для мамы именно кулинарный. И она тоже показывала бы рецепты, но не хуже, чем бабушка Эмма. Вот Диана пошла в нее. Сделала безумно сложный рецепт. Мандарины в шоколаде. Необычный такой десерт. Повышенной степени сложности. Мандарины нужно очистить от шкурки. Разделить на дольки. Каждую дольку окунуть в шоколад до половины. Потом нужно подождать, чтобы шоколад застыл. И только тогда десерт будет готов. Представляете, сколько всего нужно сделать? Это очень непростой рецепт. Но Диана, как бабушкина внучка, с ним справилась. А какая хитрая она! Вот даже в этом случае она вся в бабу Таню. Говорит, будем с вами делать всякие рецептики. Но ничего сложного. Никаких рулетов, тортов. Вот такие вот незамысловатые десертики, закусочки. Она считает, что новогодняя ночь не для обжираловки, а для атмосферы. Для создания настроения. Для уюта. Угу. Игрушек накупила новогодних. Будут с Лешей ими хрустеть. Как бы не так. Пока Диана набирается эмоций, впечатлений, атмосферы. В это время мама, не покладая рог, будет готовить и рулеты, и запеканки, и торты, и закуски, и первое блюдо, и второе, и третье, и компот. А потом атмосферная младшая дочь придет к ней, плюхнется за стол и совсем не атмосферно, а как простой смертный человек, а не эфирное создание, станет пожирать то, что готовила мама. Она думает, все вокруг дураки, и только она одна умная все продумала, все просчитала. Как сладкоголосая сирена сейчас в уши зрителям поет сказки шахеризады. Ей поверят зрители, она рассчитывает на это. Да те, кто ее постоянно смотрит, знают, кто такая Диана, и что она из себя хитрожопая представляет. Приготовит вот так же сыр с хамоном, и будет считать, что она внесла свою лепту на новогодний стол. Потом Леша ее, как колобка, выкатит, тыча палочкой, и покатит домой. При этом, конечно же, они не забудут еще прихватить с собой пакетики, и с удочки, которые мама, естественно же, им с собой даст. А то каждый год, говорит Диана, одно и то же, одно и то же, наедаешься до отвала, и уже конфетка с шампанским не лезет. Ой ли, уж то, что, а выпивка ей полезет всегда. Она когда разговаривает, зачем она так зубы скалит, такой крупный рот, и она еще так широко раздвигает губы, кривучие вот эти зубья за версту, видать. Неужели она сама не видит, что это некрасиво? Пока молодая, можно же было бы поработать над собой, выработать приятные манеры. Иначе к старости будет точно, как бабка Таня, как лохнесское чудовище. Диана идет по ее же стопам, зубы выставляет на показ. Ладно бы зубки были красивые, улыбка милая, можно было бы показывать, а так зубы, как чистокол покосившийся. Она зафуршет в новогоднюю ночь, чтобы не объедаться. Можно подумать, фуршет ее остановит. Если она привыкла объедаться, она это сделает. В любом случае, я вообще не понимаю, о чем она говорит. Новогодняя ночь или какая бы то ни была другая праздничная ночь или день. О какой обжираловке она ведет речь? Это если только вошло у человека в привычку, тогда да. Другие нормальные люди, невзирая на праздник, обилие пищи на столе, едят умеренно, не обжираясь. А, но она ведь живет для того, именно надо не забывать цель ее жизни, сожрать как можно больше. Вам это никого не напоминает из ее родственников? Баба Таня даже ночью, ей жалко ночь тратить на сон, она прерывается для кормления. Ровно половину влога Диана трепалась о рецептах, закусках, о том, как вредно переедать и как она не любит этим заниматься. Для нее даже много выпить шампанского и закусить фруктами. Я представляю, сколько нужно выпить и съесть, чтобы этого оказалось много. Явно бокалом не ограничивается. Не слишком ли много разговоров о еде для человека, который ратует за то, чтобы не есть? Это она саму себя сейчас уговаривает? За месяц вперед? Не обжирайся, диванка, не обжирайся, ты и так уже толстая. Пошла она на танцы. Никак она не может забрать свой новый костюм. Она хочет, чтобы его одобрил тренер. Но она постоянно в отъезде, и они никак не могут собраться и пойти вместе посмотреть, как сделан этот костюм. Устраивает такая работа или нет? Чтоб диванка уже смогла в нем танцевать. Попригуднее стрекоза. Лето красное протанцевало. Зима пришла, она продолжает танцевать. Идет по улице и все так же продолжает скалить зубы. Говорит, душит шарф. Шарф у нее большой, длинный. Она его накидывает на голову, на шею заматывает. Но вот бывают такие моменты, когда он ее душит. Она ходила недавно к эндокринологу, и ей сказали, что у нее никаких патологий не обнаружено. Значит, нужно поменять врача, пойти еще к одному. Почему тогда шарф ее душит? Но не затянула же она его на себе до такой степени, чтобы он стал ее душить. У ее мамы проблема с щитовидной железой. Ей тоже нужно обращать на это внимание. Перед танцами Диана зашла в кафе, так как там продаются огромные орешки. Вся речь о еде. Все ролики о еде. Она целое утро выносила зрителям мозг, что надо меньше жрать. И тут же пошла в кафе, чтобы заказать себе огромный. Она даже показала пальцами. Вот такой орешек. И именно в этом кафе такие продаются. Маленькие орешки для Дианы, ну ни уму, ни сердцу. Ей как бабки. Если жрать, то до усрачки. Так получилось и в этот раз. Хоть орешек и был огромный, но его оказалось мало. И она пошла купить себе еще два. Ну, по итогу купила три. Вообразив себя при этом с Золушкой. Какая-то озабоченная едой. Если бы Золушка жрала все эти орешки, она бы не пролезла в дворцовые двери. Прошла она по улице, поглазела на украшенные к Новому году витрины, входные двери магазинов, вернулась домой. И тут вечером на нее, в ее собственной квартире, было совершено покушение. Так как она постоянно пилит мужа и выедает ему мозг чайной ложечкой, он решил отомстить и заклевать ее носом. Долбанул так, что она завизжала, как порося. Сообщила мужу, что она это выставит. Кто бы сомневался, ведь это практически единственное проявление внимания с его стороны. Хоть долбануть носом. Но ведь ее долбанул, а не кого-то другого. Понимать надо. Когда он миловался с Кошкой, такого казуса не случалось. Он очень нежно брал кису на руки, аккуратно гладил, ласково прикасался к ней лицом. Кошка в это время от него не летала по квартире, ища пятый угол. Как Диана завизжала, закрыла глаз рукой. Обнял, получается, да, муж любящий. Стоит Диана в ванной после душа. Говорит. Так приятно ощущать тело чистым после тренировок. И далее был вечерний уход за лицом. Пипеткой набирала средства, наносила на лицо. А не проще было налить нужное количество средства в ладонь и нанести на это же самое лицо, чем капать из пипетки. Оно по лицу течет. Скорее всего, капает и на нее, на ее пижаму. И она усиленно там что-то пытается начерпать этого средства. Чистое тело, она даже не дала коже отдохнуть. Целый день ходила с косметикой и на ночь нанесла целую кучу всякого разного на себя. Еще Диана напомнила своим зрителям, что для рекламы с нею связалась клининговая компания, которая будет убирать их квартиру полностью. От пола до потолка. И стены, и кафель, и шторы. И чистка ковров будет, и диванов. Туда же входит мытье окон. Они уже сняли скотч или нет? Ой, после скотча окна отмывать непросто. Самвел, я помню, пробовал сотрудничать с клининговой компанией и остался недоволен, так как он нашел на потолке грязные участки. Скорее всего, у него, как в том анекдоте. Свекровь пришла в дом к невестке, нашла на телевизоре пыль и тычет снохе на нее и спрашивает. Ну и как это называется? Сноха отвечает. Свинья везде грязь найдет. Посмотрим, останется ли Диана довольна. Я больше чем уверена, что ей понравится. Так как она не любит убирать свою квартиру, такая помощь ее более чем устроит. Тем более, если сказать, что что-то не понравилось, больше ведь могут не предложить. А так, ну хоть кто-то развезет вместо нее грязь по квартире, и уже ее это будет устраивать. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!